Вшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, сообщил его адвокат Александр Почуев. Ученого обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Он признал вину и раскаялся. Защита уже приступила ознакомлению с делом. Юрист намерен просить суд рассматривать дело в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии. Ранее сообщалось, что адвокат рассматривал вариант суда с участием присяжных заседателей. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления. По словам его адвоката, суд может рассмотреть дело Соколова в апреле этого года. Дело Соколова «Громкое преступление» произошло 7 ноября 2019 года. Как считает следствие, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ищенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки. Он попытался выбросить останки Ищенко, но соскользнул в воду. Ищенко, бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки. Там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ищенко, когда, по его словам, она превратилась в чудовище из сказки.